Скрепы и испанский стыд. Так хочется описать новый проект указа президента об утверждении основ государственной политики по сохранению духовных ценностей. На этом можно было бы закончить, но будучи журналистом, я должна рассказать вам, почему это стыд и скрепы. Документ принят во исполнение различных стратегий и концепций. Начинается он с определения духовных ценностей. Также нам приводятся конкретные примеры. Самая важная духовная ценность — это жизнь. Также гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, взаимоуважение, патриотизм. Знаете, когда я это прочитала, это выглядело плевком со стороны власти. Когда ты видишь, что происходит в Чечне, то это выглядит действительно издевательством. Следующая глава — это угроза. И самая главная угроза для наших с вами скреп — это Америка и ее союзники, а также межнациональные корпорации и иностранные некоммерческие организации. Уж чем мы насолили корпорации, остается только догадываться. Но тем не менее. Дальше нам рассказывается о том, что будут отслеживаться наши с вами традиционные ценности, как-то мониториться, будут какие-то исследования, анализы. Как это будет происходить, вообще непонятно. Может быть, будут проводить опросы или следить за нами, спрашивать, что мы смотрим по телевизору. Или будут смотреть количество проданных билетов в театр. Или же количество преступлений, совершенных за год. В общем, непонятно. Также для этих прекрасных, великих целей будет создан какой-то межведомственный орган. Вот всем этим отслеживанием, анализом и мониторингом, по всей видимости, будет заниматься именно он. Дальше документ говорит нам о задачах, целях, то есть установить скрепы, победить Америку и так далее и тому подобное. Ну и заканчивается указ тем, что нас ожидают два исхода — положительный и негативный. Это положительно, если прекрасная стратегия возымеет верх, и мы всех победим. Ну и, естественно, негативная — это деструктивная политика Америки будет нам навязана, и мы с вами все сгнием в России, но не в Западе. Знаете, вроде бы и смешно, но на самом деле грустно. Они просто издеваются над нами подобными документами. По всей стране пытки, уголовные дела, которые фабрикуют. А нам пишут, что из-за Америки подрывается доверие к правоохранителям органам. Действительно, из-за Америки. А как вы относитесь к подобным документам? Воспринимаете ли вы их серьезно? Или вас так же бомбит, как меня? Пишите комментарии, ставьте лайки. Давайте обсуждать. Пишите комментарии, ставьте лайки.